Это все произошло из-за человеческой не халатности, а бездушности. В этой квартире одна комната его, а в другой комнате живут квартиранты, которые его не пускали. Он ключи забыл свои в комнате. Очевидно, что между мужчиной и квартирантами, живущими в соседней комнате, назрел своеобразный конфликт. Причины его доподлинно пока неизвестны. Однако дошло до того, что мужчина регулярно просто не мог попасть в свою комнату. По мнению знакомых, квартиранты намеренно запирали от него общую дверь. Понятия не имею, кто это такие. Но то, что это бесчувственные люди, это 100%. Отдали бы ключи человеку, не было бы вот этого. А почему они его не пускали, не знаете, случайно? Понятия не имею. Может быть, был конфликт у них там какой-нибудь, но они в любом случае не имеют права не пускать человека в свое жилище. Поговорить с этими таинственными квартирантами нам, увы, так и не удалось. Возможно, в этот вечер их просто не было дома. Однако мужчин решил во что бы то ни стало попасть в свою комнату. С той у закрытой двери квартиры он обратил внимание на то, что люк чердака открыт, и на свое виду решил им воспользоваться. Это халатность нашего домоправления. Почему чердак, наш чердак вечно открыт? По законодательству, по борьбе с терроризмом, все подвалы и чердаки должны быть закрыты на замок. Не позаботились коммунальщики и о крыше дома. Она покрыта слоем снега и льда. Вероятно, мужчина оступился, как только его нога коснулась обледеневшего козырька балкона. Эскандр Клубаев, Александр Царегородцев, Эфир 24. Редактор субтитров А.Семкин